Ух ты, кто рекламирует активы. Настоящего Шакира. Шакира, бежим. Мы такие гулены, мы все гуляем. И наконец-то мы присядем. Вот, присядьте с нами, ребят. Бонусы всем подписчикам при покупке в самом дружелюбном магазине гаджетов маков.нет. Короче, черепаху я заценил и ставлю ей огромнейший лайк. А здесь у нас медведи. Кстати, которые в России обитают, смотри. Наши медведи. А где медведи-то? Все? Все спят? Ну ладно. Вот это медведи. А, хоть картинку вам еще раз покажу. Вот такой вот здесь. Интересно, да? А мы тут пришли к вольеру с гадзиллами. Сейчас как раз фильм уходит в гадзиллах. Вот здесь вот такие живут. Кстати, я очень хочу посмотреть фильм Гадзилла. Там же этот, Уолтер Уайт снимается. И этот должен быть охрененный фильм. Очень охрененный. Здесь никого нету. Тоже деревья такие удивительные. Кстати, тоже у них везде стоят автоматы, по помощи которых можно баночку запечатать. И тем самым ты, короче, бережешь природу. Вот этот зверь мне тоже по душе. Носорог. Тоже такой мужественный, величественный. Конечно, крутая машина. А носорог он потому, что у него вместо носа рог. Кто ходил в школу? Я ходил в школу. Поэтому и носорог. Ну а слон потому, что он слоняется. Классная, да? У меня мысль. Так это же Happy Hippo. Офигеть, у них такие траншеи. Они, походу, прямо, значит, приползают и в воду. Какие няняшные. Привет, ребята. Я пришел на вас посмотреть. И какой же у них, кажется, под солнышком. Походу, только недавно купались еще мокренькие. Вот, теперь поближе посмотрим на носорога. Какой он прикольный тоже. Та-ра-та-та-ра-та-ра-там. Так он прям боксер. Как вынесет своим рогом. Мало не покажется. Он, по-моему, реально на боксера похож. Такой у него прям мощный перед. Чтобы это как в машину вдать и вынести. Да, а уж у него острое. Что-то он пытается найти. А кушает он что? Травку он кушает. Я ждем тоже? Поспорим после хорошей гулянки. Вы тоже так приползаете домой. Такие, все, нахрен, я спать. Нет, так все-таки сейчас мы на гиппотамов посмотрим. Они такие няшные. Хочу сейчас место освободиться. О, и мы как раз сейчас туда идем. Такой волосотый. Такие прикольные два кабачка. А, там третий. А, третий точно. Кабачок, кабачок. Блин, такой клевый. О, какой ништяк. Они друг на друге спят. Пингвины. Штыкают. А, прикольные. Прикольно загорает. Вот так вот тоже каждый из нас выглядит, когда сидит дома и сомневается. Или на чем-нибудь думает. Такой, блин. Зачем я так что-то нажрался? Как же я его понимаю, залезть и от всех закрыться. Мы вот проходим с Валерами, где мартышки живут. Ну так чуть не особо здесь, конечно. Интересно. Самая прикольная там гибашь и мартыхи. Ну, кстати, тоже прикольная какая. Так. Ну, как тебе показать-то? Ты где-то. О! Настоящая мартыха. Мы тут нашли каких-то офигенных животных. Они точно живут в саванне. Типа как морская свинка. Прикольный такой. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так тоже прикольно полежать и отдохнуть. Это маленький гиппопотам. Только не спрашивайте, что они там делают. Они чешут себе пузико. Пойду поплаваю. Это сейчас должен быть бобер. Опа, и поплыл. Опачки. Такой корабль волосатый. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как прикольно они плавают. Короче, бобры. Это тема. На бобров надо смотреть. Можно смотреть тоже часами, как они плавают. Очень классно. Ну, а здесь находится варьер со львами. Нифига. А вон они даже ходят. На, король лев. Опасный такой чувак-то. Ну, покажись. Не хочет. Ну вот, мы его поймали. Ладно, идем дальше. Все смотрят, здесь здесь хорошо. Капибара. Чем они заглушают матные слова. Капибара. Вот такая вот капибара. Прикольная, большая. Все отдыхают. И не напрягают. И, кстати, тут еще поражают деревья. Они как это, милитари. Дерево милитари. Оно само такое. Раскраска такая прикольная. Ладно, идем дальше. Мы уже практически прошли большую часть зоопарка. И я начинаю понемножку уже развариваться. И уставать. Ну вот и кошечки. Это по-любому вольерчик. Такими с милыми животными. А, я маленькая. Какая-то стрекозюрка. Такие у нее лапки маленькие. Тоненькие. А тут мы наблюдаем ковер Макса. Плюс 100-500. Ходят и разгуливают. Все. Убежал. Все, короче, я устал. И чтобы идти в зоопарк, сразу рассчитывайте, что здесь проведете, ну, практически минимум 3 часа. Чтобы все обойти, нужно время. И при том, минималка 3 часа точно. С ребенком здесь еще надо очень зависеть. Все веселятся. Так, мы начинаем искать выход. Это самый угол как раз зоопарка. Он такой, знаете, как буквой «Г» идет. Русская-то. Вот так вот. Углом. Да. Как мне сообщает, мой оператор перевер. Мы движемся к выходу. Все, короче, мне надо сейчас только добраться до квартиры и поесть и полежать. Потому что более 3 часов гулять и на всех смотреть. И глаза устали, и ноги устали ходить. А нам еще пешком до дома. Смотрите, товарищи, мне тоже очень нравятся. Это зубры. Тоже такие большие. Прикольные. Пусть будут бизоны. Или зубры. Бизончики. Бизончики. Всех потрогал. Велико всех потрогал. Идем дальше. За 16 евро можно в час взять вот такую вот кар, ну и катать на нем свою семью. К примеру, если вы с позорудовыми людьми приезжаете или с детьми, сели и катаетесь по парку, сами управляете. 16 евро в час. Классно, по-моему. Притом это на всех сразу. То есть там может... А, там у них на 2 человека идет 16 евро в час. А если 4 человека, то там идет 23 евро в час. Совет от нас. Сейчас время 3 часа дня. А до скольки он работал? Не знаю. Приходить сюда часа в 3 или в 2. Никого нет. Не надо сюда приходить в 11 или в 12. Итак, делаем выводы. Сходить в зоопарк стоит 20 евро с человека, 11 евро с ребенка. Можно взять тачки на прокат внутри. Минимальное время препровождения, наверное, в зоопарке это 3 часа. Вот мы тут ходили 3, и можно было еще дольше ходить. Я просто думаю, что из СМИ сюда надо приходить пораньше, еще до того, как жарко станет. И можно брать здесь машинки, действительно, с ним кататься, чтобы они не устали. Итого у нас получилось 40 евро. Там можно покушать. В туалет все бесплатно. Покататься на пони. Это, по-моему, тоже в станции должно быть бесплатно. Находить стоимость билета. Есть шоу дельфинов, шоу морских львов. Это то, что бесплатно. Надо смотреть расписание. Вот. А насчет очереди. Ну, круче всего, конечно, после 12 суток притопывать. Вот сейчас 3 часа, никого нет в очереди. Мы же отстояли, сколько, минут 40-45 мы стояли в очереди. Ну вот так. А сейчас едем домой. Точнее, едем. Идем домой. Будем обедать. А вечером погоним в Корт-Англез. И что-нибудь еще запишем какой-нибудь видос. Вперед! Я хоть в мотоциклах не разбираюсь, но вот этот Сузуки очень классный. Сузуки R. Там моделька стоит. Вот. А этот Веспа. Прям Таиланд напоминает. Их, Таиланд! Ну ничего. Надо как-то разнообразить. Вот мы поехали в Европу. Все обычно пищали там. У-у, Таиланд, Таиланд, опять Таиланд. Вот вам, Европа. О, мини-гупер! Ни хрена себе! Меняю фразу. А возвращаемся домой мы все по той же бесконечной улице, которая доведет нас прям до дома. Надо идти вперед, вперед, не сворачивать. Ну ничего. Скорая Рамбла, где-нибудь там впереди. Дойдем обязательно. Зато сэкономим. И не будем брать такси. Не, будем пользоваться метро. Жарковато, жарковато-то ходить. Сейчас хоть и апрель, на улице 20 градусов, но солнышко припекает прям по-жёсткому. О, тенек! Ура! Пока переходите, стоим, можно отдохнуть от солнца. Точно для Барселоны мотоцикл. А что он по ночам ездит, всех будет. Бесконечная улица. Мы все топаем и топаем. Она никак не кончается. И жарко прямо. Не завидую я тем, кто сюда летом, конечно, приезжает. В апреле уже можно повеситься. Все, вечером пойду в футболки, сто процентов. О, мы возле нашего Макдональдса и KFC. Не туда и не туда, мы не пойдем. Я, кстати, заметил рекламу Burger King. Там какой-то бургер за 1 евро. Но, походу, это тоже замануха такая, чтобы к ним туда все приходили. То, что фастфуд здесь дорогой очень. О, наша любимая Рамблова. И, наконец-то, на ней. Знаешь, мы уже на финишной прямой, потому что мы живем очень рядом. Эти ножки уже просто отваливаются. Все русские. Кстати, мы научились различать наших. Прям идешь, идешь, типа, о, наши. Даже без разговоров. Салон Тату. Но в этот раз, да, мы не будем заходить смотреть. Потому что я уже изначально знаю, что здесь это будет дороговато. Так же, как в Москве, помните, я вам рассказывал. Даже вот эта вот татуха. Вот эта, по-моему, да. А, нет, не эта. Другая. Которая на спине. Мы заходили, узнавали. Минималку, ну, 5 тысяч, конечно, за нее берут. Вдвоем, получается, мы бы ее сделали за десятку. А так, считай, мы ее взяли за двушку на двоих. Разница существенная, да, по-моему, в 5 раз. В любом случае, когда вы делаете татуировки в Найланде, смотрите на чистоту. Ну да, потому что там полно этого. Надо в какие-то проверенные места, что ли, ходить. Мы смотрели на Фейсбуке. То, что первый салон был закрыт, потому что хозяин уехал по своим делам куда-то. Там тоже не местный был. Прошлось искать другой. А сейчас мы хотим найти наш супермаркет. Потому что у нас вода закончилась. И, в принципе, вот этот нормальный бампер для Европы. Они тут везде паркуются, все покоцаны. Но это вы, наверное, уже не первый раз слышите. Что в любой европейской стране, в крупных городах, все машины покоцаны. Тушпактовки нету и все пытаются притиснуться. Сейчас топаем в Кортенгресс, чтобы посмотреть что-то из одежды. И, может, посмотрю еще на Вайс Рой. Это фирма часовка испанская. В Москве их у нас вообще не найти. А вот в Украине можно в интернет-магазинах найти. Сейчас посмотрим, что нам предлагают. Погода сегодня вечером будет классная. Вообще не облачко. Что мы будем делать вечером, хрен знает. Все придумаем по пути. А, кстати, завтра мы отправляемся еще в одно долгое путешествие на целых два дня. А что это будет, я пока не хочу говорить, чтобы вы зашли и завтра посмотрели, что будет за влог. Это будут крутые два дня. Надеюсь, мы много всего испытаем, посмотрим. Короче, до завтра. Вот этот магазин, который по воскресеньям не работает. Вообще под стол. Самый центральный, самый большой магазин, а по воскресеньям не работает. Ужасно. Ну вот, ходим, выбираем новые часики. Я тоже решил все-таки Вайс Рой выбрать. Вот с этой витрины. Ну и такие недорогие, недешевые. От 100 евро где-то начинаю. Есть вон за 69 такие самые простенькие. Расплачусь одной бумажкой. Сейчас вам покажу. Ну в итоге все, купили. Сейчас мне их сделают немножко поменьше. Моделька вам... А, ну прям сейчас покажу. Потом я все спрашиваю. Я не знаю, как те назывались. Вот это называется Вайс Рой ВИДИ 54. Дальше уже смотрите, как хотите. Ну сейчас покажу. Делают это поменьше. По специальной штукой. Ну вот, мои вторые часы Вайс Рой. Все как надо, пакетик. Все фирменное. Стоили 99 евро. Ну сейчас я вам их покажу. Конечно, так, бегаю взгляд. Вот это вот 99 евро, но в переводе на нашу сколько? 5000 рублей получается. Алюминиевый вермешок. У меня до этого был каучуковый. Ну посмотрим, как они себя будут показывать. Хе-хей, привет, ребята. Мы уже спускаемся вниз. Мы поднялись не выше второго этажа. Потому что первая женская, вторая мужская, а третья там детская уже идет. Опа. А кто-то сегодня в шлепках пошел. Что? Вот так сейчас мы выйдем на улицу. Я уже покажу часики в нормальном освещении и... Кстати, вот, когда мы ездили на экскурсию, я же говорил, что в Барселоне продается элитная квартира. Я не врал. Ребят, если есть бабло, вот, элитную квартиру покупайте, наверное, вот в этом доме. Ну это самый центр. Центрей не бывает. У вас даже в доме будет Армании. Ты сможешь прям с утра вышел. Пойдем. Пойдем. С утра вышел прям в новые тапочки от Армании. Одел и пошел по Пассаж де Грасси такой. Е-е-е. Модный. Во. У-у-у. На самом деле это редкость. Че это он испугался-то, не поехал. Круто. Я знаю, что я всегда говорю, что это неправильно, но это, скорее всего, Пурше Карера. Или Кайма. Исправьте меня. Но одну машину я знаю точно. Ага, как в выпуске, где там, когда фунт держал в руках. Как? Я не знаю, кто это. Весь интернет знает, что это Чарльз Дарвин. Все просто повально все знают, а я один, не знаю, печалька. Мы опять проходим рядом с этим зловещим местом. Это Apple Store в Барселоне. Их заклятые враги Samsung. На том здании у них реклама. Apple Store. Apple Store. Ладно, ничего. Мы там уже были, нам ничего не нужно. Хотя... Нет, точно ничего не нужно. В итоге мы нашли, тут продаются на минус первом этаже аксессуары. А там мы еще не были точно. Сейчас пойдем туда. Че-нибудь посмотрим. О, новые iPad продают. От 289 евро. Ну а дальше уже умножать на 50. В принципе, получается, как у нас. Смыса сюда ехать нет. Здесь только пока не у нас не появится. Мы, конечно, только пришли и будем ломать тут iPad. А, русский. А, ты сразу на русский язык хочешь перевести, да? Нет, я на английский. Точно, давай все iPad перейдем на русский язык. Да, конечно, отдел с аксессуарами вообще здесь поражает. Всякие приблуды для Lego. Лампочки от Philips у нас такого еще нет. Чехочков тоже дофига. Конечно, очень много. Ну, ребят, цены меня здесь прям радуют. Такие штуки для музыкантов. Blue Yeti стоит 140 евро. Классно. Вот тоже всякие приблуды для записи на iPad и на Mac. Круто, круто, круто. Ну, такой у нас, ребят, будет черный пиар. Вот так вот. Открою здесь звере и оставлю просто это здесь. Круто, да? Вот так вот. Прям посреди Apple Store. Потом мы что-нибудь посмотрим. Ух ты, кто рекламирует активы? Настоящего Шакира. Шакира! Бежим! Мы такие гулены. Мы все гуляем. И, наконец, мы присядем. Ха-ха-ха. Вот. Присядьте с нами, ребят. Вот там кафешка впереди. Сидят, отдыхают. Типа тепло должно быть. Сзади у нас площадь Каталуния. И вот там этот Фнак, ой, Фнак. Такой корт-английец там. Ну, народ, без сих пор еще катается. Здесь тоже очень много фриков. Все такие разные ходят. Как и мы. Особенно человек с камерой. Ну, ничего. Надеюсь, кто-нибудь в Apple Store увидит канал Зверео и подумает, блин, это же чувак где-то здесь живет. По крайней мере. В ближайшие дни. И может подпишется еще один человек. Надо было на всех вообще компьютерах открыть. Там Зверео, Зверео. Меня батут точно. Мальчик, выходи. Я такой, нет, не выйду. Заламывайте его и уводите. Мы и закончили шататься по магазинам. И теперь шатаемся. По какой улице? Вы должны уже знать точно. Да, все по этой же. Мы идем в сторону нашей квартиры. Сегодня мы не будем нигде нажираться, нигде валяться. Нигде тусеть. Мы просто пойдем домой. И что-нибудь покушаем. Странные у нас влоги, да, получаются. Они должны быть такие, знаешь, там, бары, рестораны. До утра там девочки, мальчики. Дрова, бухло и тому подобное. Но нет. У нас такого нет. А все это начинается после того, как Илюха выключает камеру и говорит всем до завтра. Короче, ладно, ребят. Все, пакеда. Спасибо, что смотрели. Смотрели до конца. Лайки, подписка, комментарии. Все с вас. Пакеда.